доброго времени суток всем хорошим людям зовут меня андрей ермалкевич приветствую вас своей мастерской в гараже делаю маленький столик ну вот сегодня буду делать столешницу столешницу буду делать из вот таких вот халявных досок прислал мне их мой зритель сергей из бобруйска это доски от поддонов какая-то ну какое-то красное дерево я не знаю что это за порода большое спасибо сергею думаю что на небольшую столешницу мне хватит сейчас я их буду фуговать или смусовать но перед этим пройдусь по ним научным прибором а научный прибор очень простой это вот старый носок и в нем такой довольно мощный неодимовый магнитик значит но как бы у меня фуганок с этими с колвалом то есть если на гвоздь напориться там весь нож не уйдет только пластину поменять или несколько но все равно неприятно вот два гвоздя по краям я вычислил сейчас по остальным местам пройдусь и буду фуговать а Продолжение следует... Продолжение следует... Это подходит меньше, это совсем не подходит. Поскольку столик такой маленький, прикроватный, точнее придиванный, я думаю на столешницу вот эти вот две доски у меня и пойдут. Они где-то по метру в длину, 20 сантиметров в ширину. Но сейчас я их еще немножко отпилю. Ну как бы будет небольшой столик. Продолжение следует... Поигрался я вот с этими дощечками и так и сяк. Вот это вот, как мне кажется, наиболее прилично выглядящая комбинация. Буду теперь все это дело склеивать. Все, склеил я щит для столешницы. Где-то тянулся, излишки клея убрал. Ну, буду ждать, пока клей высохнет. Склеилась у меня столешница. Распилил я еще одну досочку, которая не очень подходила. Ну вот сюда вот, чтобы ее клеить по цвету. Буду из нее делать, ну как бы, обклад. Ну вот с этими двумя брусками проблем нету. Я их просто сейчас подклею. Ну вот с этими придется повозиться. Сохнет моя подклейка. Буду ждать, пока клей высохнет и продолжу. Сохнет моя подклейка. Ну вот здесь ломается. Отфрезеровал я шипы-пазы. В самой столешнице я шип фрезеровал, но вот в этих планочках пазы. Обязательно вот эти уши надо оставлять, желательно их оставлять даже побольше, чтобы потом всю эту историю можно было разобрать, потому что сидит здесь все очень и очень плотно. Если бы эта столешница была поуже, допустим в половину, то можно было дальше не сильно заморачиваться, намазать в середине клеем, все это дело склеить, вот тут бы клея не было. И вот это вот все могло бы расширяться спокойно и сжиматься. Но тут довольно широкая столешница, поэтому буду заморачиваться дальше. Буду я врезать сюда доминошки, но не совсем обычным образом, но все покажу. Как я фрезеровал. В самой столешнице все гнезда отфрезерованы на обычную ширину, то есть на ширину обычной доминошки. А вот в этих планках не так. В серединке тоже отфрезерованы на ширину обычной доминошки, а по бокам отфрезерованы шире. На следующее деление я переключил домино, и получается, что вот здесь доминошка может вот так вот ходить вправо-влево. Но тут еще какая история. Тут же шип-паз, один ходит в другое. Фрезеровал я на максимальную глубину, но все равно получается, что у меня стандартная доминошка где-то миллиметра на два на три длиннее, чем надо. Поэтому надо их укоротить слегка. Звук-паз, два на три длиннее, чем надо. Так, теперь у меня все нормально сходится. Вклеил я доминошки, ну, с одной стороны получается. Теперь буду ждать, пока высохнет клей. На какой еще момент хотел обратить внимание. Когда я делал вот этот вот шип, я его делал не совсем по центру. Дело в том, что, ну, ширина вот этого шипа четверть дюйма, или 6,2 миллиметра. Доминошки эти восьмые, если бы я сделал ровно посерединке, а потом при помощи домино тоже профрезеровал бы ровно посерединке, то у меня с двух сторон была бы вот такая вот ситуация. С обратной стороны, вот, поскольку вот это вот плечико меньше, чем вот это, с обратной стороны у меня вот такая вот ситуация творится. То есть хоть ненамного, но площадь склейки тут увеличилась. Если вы думаете, что на этом вот приключение практически закончено, то нет, все еще, ну, как бы продолжается. Просверлил я 8-миллиметровые отверстия вот в этих вот планках. Все это дело сжал очень плотно струбцинами. И сейчас буду уже сверлить в доминошках. Так, теперь в дело вступает кругный напильник. Буду я расширять отверстия в крайних доминошках. Ну, вот так вот. Главное, чтобы не особо касаться вот этого вот внешнего края отверстия. Иначе вся эта работа пойдет коту под хвост. Здесь у меня будет гулять вот такой вот самопальный нагель. Ну, то есть тут где-то миллиметра два-три есть движение. Вполне себе на такую ширину столешницы хватит. Так, ну что, дело к склейке. Я объясню, как я буду склеивать. Показывать это не буду, потому что тут все надо делать быстро, чтобы не запороть всю работу. Значит, клеем буду вот отсюда до сюда где-то намажу вот этот вот шип. Намажу вот этот вот доминошку. Точно так же гнездо намажу в ответной планке вот это вот. И потом сюда на клей забью нагель. Вот здесь вот никакого клея не будет. Нагели я буду забивать без клея на сухую. И уже в самом конце вот сюда вот немножко клея капну, добью. И он будет зафиксирован. Но вот здесь вот клея не будет никакого. Все это будет на сухую. Соответственно, все это будет вот так вот. Вот эта вот вся штука может расширяться, сужаться. И как бы нагель будет ходить внутри вот этого вот паза. Ну а вот этот вот шип в пазу будет препятствовать кораблению столешницы. Вот это вот шип в пазу. Вот это вот шип в пазу. Вот это вот шип в пазу. включил я на камере запись во время сборки если вы видели этот эпизод значит все получилось так теперь оставлю всю эту историю пока клей не высохнет ну а потом продолжим обрезал я выступавшие части наделей цикле немножко поснимал клей выступивший теперь надо вот эти вот уши обрезать вот такая вот столешница получается понятно что надо еще пошлифовать кромку оформить как-то покрыть маслом допустим но для этого надо сделать еще под столь я это уже совсем другая история на этом все спасибо за просмотр до свидания